Здравствуйте, Игорь Александрович. Привели здесь звук, я не понимаю, в чем дело. То есть вы меня сейчас не очень хорошо слышите? Да, сейчас слышу уже, как бы, ну тихо. Попробую увеличить, не знаю, звук по максимуму. Да, что-нибудь скажите, как бы. Давайте скажу. А вот сейчас получше, давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну что ж, мне кажется, что к этой новости можно возвращаться снова и снова, потому что новость прекрасная, и причем она прекрасная во всех смыслах. Как бы вы прокомментировали затопление флагмана Черноморского флота, ракетного крейсера «Москва»? Насколько важным это событие стало с тактической и стратегической точек зрения? Я бы сказал, по-путински это важно сакрально. Начиная от того, что, ну, знаем, наверное, известную песню, звонят колокола, «Москва горит» и все прочее. Вот, и вот, наконец, пророческая песня, она была реализована. Ну, это так вот. На самом деле важно и исторически, потому что Сусима, это сто лет назад последний трейсер в российском флоте был затоплен, не было, по-моему, затоплено, в общем-то, во второй мировой войне, но это мировой, так сказать, российская история. А сейчас это важно, потому что, с военной точки зрения, потому что это не просто флагман Черноморского, первый корабль, как бы, и это престиж флота вооруженных сил Российской Федерации. Почему и Путин рвал и металл, когда узнал, и снова нанесли удары ракетные по всей территории Украины. Это, на мой взгляд, связано в том числе и с уничтожением флагмана крейсера «Москва». С военной точки зрения это важно, потому что это корабль, центр управления кораблями Черноморского флота. У него была хорошая система разведывательная, автоматизированная система управления оружием, система противовоздушной обороны. В общем-то, там 300-й комплекс, морской вариант стоял и ОСА. То есть он, как бы, должен был не только себя уметь прикрывать, но и корабли вокруг. Ну и поскольку эта функция нарушена, в первую очередь управленческая, но и боевая. То есть понизился потенциал боевой, значит, группировки кораблей Черноморского флота. И с тем, что у нас появились новые возможности, которые мы таким образом продемонстрировали, они ушли на юго-восток. То есть не могли уже так действовать, как тот же корабль «Москва» крейсер в районе острова Змениной. Раньше, ну и порядок других обстрелы. У него еще шатеристские были системы. То есть по совокупности, ну, кроме того, надо сказать, что его недавно там модернизировали и обслужили несколько месяцев назад. И тут вот благодаря проведению, я бы сказал, не просто удары двумя ракетами. Там была такая разработана операция по поражению, как бы, значит, потому что беспилотный летательный аппарат отвлекал внимание системы противовоздушной обороны. А в это время наносились удары двумя этими ракетами. И поэтому имел место результат. Это важно и в политическом смысле международном. То есть мир получил еще один пример умения ввести борьбу с агрессором, вооруженными силами Украины, военно-морскими силами. Ситуация, которая сейчас складывается в войне, это тоже важный пример. Это поддержка нашего престижа. Это уверенность в том, что помощь, которая идет нам, она идет нужным образом на дело свободы в Европе и в мире. Ну, я бы еще тут отметил, что слаженные действия наших сухопутных и воздушных сил, наземных и воздушных сил, отметил и Пентагон, который подтвердил, что действительно ракетный кресел Москва был потоплен именно украинскими ракетами, в отличие от той версии, которую пытаются втюхать кремлевские пропагандисты своему населению. Кстати, от источников, близких к руководству стримингового сервиса Netflix, стало известно, что уже заказан сценарий про то, как украинские ЗСУ подбили и потопили крейсер Москва. После утверждения сценария и проведения кастинга, фильм начнут снимать в кратчайшие максимально сроки, для того, чтобы использовать актуальные события. Ориентировочно фильм должен выйти уже в 2023 году. Ждем, потому что тогда о подвиге и доблести ЗСУ могут познакомиться десятки людей по всему миру. Игорь Александрович, новым командующим, вторгшийся в Украину армии, назначен генерал Дворников. Очень неоднозначная личность, личность, которая зарекомендовала себя командованием группировки, воевавшей в Сирии. Именно его он получил за свою жестокость кличку «сирийский мясник». Почему? Потому что при нем было нанесено около 130 химических атак не по военным объектам, а по мирному населению. То есть человек, который абсолютно лишен эмпатии, очень жестокий палач. Чем в первую очередь обусловлен такой выбор командующего? Ну не только тем, что он сторонник массированного применения тяжелого оружия. Кроме химического, надо сказать, что в то время, когда он командовал, наносились ковровые удары авиации воздушно-космических сил Российской Федерации. А по применению химического оружия они постарались переложить это на плечи асадовских войск. Но сути не меняет, потому что оружие это в первую очередь российское. Безусловно, его по ряду причин он был предназначен. Во-первых, россияне начинают делать выводы без провала первой наступательной операции и срывы Блицкрига. Управленческая... Ну, они совершили три стратегические ошибки перед подготовкой проведения этой операции. Первая заключается в том, что переоценили свои вооруженные силы, недооценили вооруженные силы Украины. Второе. Объективно не оценили состояние общества украинского, правительства и президента. Общество чуть ли не с цветами должно встречаться, правительство разбежаться после первых часовых дней войны, президент улетел за границу. То, что не всем известно. И третье. Благодаря такому сопротивлению, сплочению в Украине и поддержке вооруженных сил своим народом, они не рассчитывали на то, что вокруг такого государства, такого народа, расплотятся наши союзники и будут оказывать реальную поддержку в ведении этой войны. Ну и еще ряд других, стратегических таких причин привели к тому, что имело место поражение в первой, они не достигли цели, которые ставились, а цели принципиальные путем стали уничтожить государство и фактически реализовать геноцид к украинской нации. Это было сорвано. И последствия вот этих ошибок, они сказываются и на подготовке второй наступательной операции. Они никак не могут собрать, во-первых, вывели статки севера нашей страны к себе на свою территорию, пытаются их реанимировать, привести в боеготовые состояния. И плюс собрали живую силу и вооружение уже не такое новое, как это было в начале войны, а что смогли для того, чтобы собрать резерв, его за границами украинско-российскими на востоке, и сформировать наступательную группировку, которую потом применить для того, чтобы реализовать уже более скромные цели, но, в общем-то, с возможностью, если будут результаты, с далеко идущими возможностями. То есть не восток и юг только, а если будет успех, тогда можно будет разворачивать силы там на дне, в Киев и так далее. Но сначала надо выполнить первичную задачу, а у них не получается даже сформировать группировку и начать вторую наступательную операцию. В следующей неделе пойдет четвертая неделя, как это они не могут сделать, то есть серьезные проблемы. И поэтому, значит, шатается там стулья Герасимова начальника штаба и к шойгу, вы знаете, он там болел, выздоравливал и так далее. Но это же не так, как у нас было до войны в Украине, что там политики, право-моровавшиеся или соответствующим образом подорушавшие закон, могли там во время суда болеть, и все остальное, постепенно выходить из ситуации. Там все более жестко, поэтому болеешь, не болеешь, или ты выполняешь, или задачи, которые ставит Путин, или ты можешь там сначала быть на домашний арест, как это происходит с генералами ФСБ, а вместе с генералами, политиками, а потом подальше, или фортовые, или другие места, если столь отдаленные, а потом что-то может с тобой произойти, фортальное, летальное. Поэтому управление группировкой по первой операции осуществлялось неверно с точки зрения организации военной из Москвы, из Генштаба. Теперь они перенесли на территорию. Командующий дворников, он возглавлял Южный военный ОПО, через который, в состав которого входили и оба корпуса, ЛДНР, 8-ю армию, и он, так сказать, все поставки вооружения, техники и так далее. То есть он больше всего в теме. Кроме того, это с военной точки зрения, и кроме того, он политически там был приближен, Путин его награждал, и у него вообще были перспективы или там возглавить политическое управление. А теперь, поскольку стулья зашатались, у Шойгу и у Герасима, то, может быть, и с боевыми. Но надо результаты. Поэтому мы поставили на задачу, что если он выполнит результаты по восточно-южной кампании, по второй операции, то его ждут повышения. Но надо реализовать, это было сложно. Как в первой, так будет. Я думаю, вооруженные силы Украины не предоставят Российской Федерации и вооруженным силам реализовать такие задачи, ну и сорвать повышение генерала-дворного клана. Многие генералы нашли свой конец из-за этой преступной войны на территории Украины. очень может случиться, что такая участь ждет и его. Игорь Александрович, несколько дней назад в Мариуполе, судя по всему, была пробная атака отравляющим веществом. С учетом репутации Дворникова и его опыта применения химического оружия, насколько стоит опасаться полноценной химической атаки Россия против Украины. Я полагаю, что в принципе никогда не надо, это есть объективный закон военных, относиться к противнику с шапкозакидательствами. Вот те посылы, которые были от военно-политического руководства по отношению к Украине, они пытаются, и мы это видим наяву, реализовывать. То есть, Путин сформировал ультиматум, сказал, что если нет, то будет война, и войну это развязали они. И вот эти угрозы, во-первых, по ситуации, Путин и Дворников готовы к использованию оружия массового поражения. У Дворникова по Сирии есть опыт, у них есть такое химическое вооружение, и они нашли такой мягкий пробный вариант по Мариуполю. То есть, там надо доказывать и все прочее, но от этого легче не становится. То есть, пробный шар они, так сказать, сделали, и не будет, и их вряд ли что-то остановит, если не удастся. Но они сейчас просто... Следующий подход Дворникова заключается в том, что тяжелыми вооружениями ударной авиации надо просто сносить по площадям. Они этому научились еще во второй Чеческой войне, усовершенствовали свои возможности в Сирии, и теперь готовы применить это и по вооруженным силам Украины, в частности, по Мариуполю. То есть, в Мариуполе бомбили, уже наносили удары. Значит, Ту-22М3, это стратегические среднего радиуса действия, стратегические бомбардировщики. Кстати, часть из них в свое время Украина передала Российской Федерации за газ. То есть, за все в этой жизни, за ошибки приходится всем платить. Это объектовенные законы жизни и войны. Поэтому, значит, Путин говорил еще после аннексии Крыма, что если бы НАТО помогло Украине отстаивать Крым, то они были готовы применить еще тогда тактическое ядерное оружие. Значит, у него не изменились подходы и на текущий момент. Об этом, кстати, вот в последнее время заявил и президент, и это очень правильно, надо поднимать этот вопрос и по химическому, по ядерному оружию. То есть, не сеять панику, не оценивать по-военному возможность такого применения, нашего противодействия и действия союзников. Они как не то, что ядерного, а и по химическому оружию говорили, что это совсем другая ситуация, и они готовы реагировать на такие возможности. Ну, знаете, мне кажется, что некоторые паблики уже начали разгонять волну паники. Они призывают население покупать противогазы и костюмы химической защиты. Но раз вы уже вспомнили о том, что наши западные партнеры, НАТО и США в частности, заявляли действительно о том, что в случае применения оружия массового поражения их ответ будет быстрым и жестким. Скажите, если подобная атака вдруг состоится, НАТО ответит или снова будет жевать сопли? Ответит вопрос как и как быстро. И это вот серьезный подход, потому что вообще считают НАТО и Европейский союз очень разобщенным. То есть они, видите, я же называл третью стратегическую ошибку. Конечно, нас вплотили страны Европы, там Соединенные Штаты, Канады к ним присоединяются, но все равно решительности особой нет. Пекутся, в первую очередь, заявлениями секретаря НАТО после саммита с того, что главная задача – это не предоставить возможности втянуть войну вообще, а в ядерную тем более. То есть главная задача – помощь Украине, не главная задача – помочь в победе Украине и так далее, а главная вот такая. А по задачам реализуются и действия. Так или иначе, но это тоже объективный закон. Реализуются задачи одно, а нет, просто объясняется ситуация, другой подход. Поэтому здесь надо заниматься, и президент делает, как верховный главнокомандующий, первые шаги в этом направлении, как по химическому, так и по ядерному оружию. И усилия здесь надо наращивать. – Игорь Александрович, масса вопросов к вам, но, к сожалению, массу времени у нас съели технические неполадки. Тем не менее, последний вам вопрос хочу задать. Очень коротко, ваш прогноз на ближайшие 2-3 недели. Что будет происходить на передке, на фронте? – Во-первых, будут продолжаться ожесточенные бои на Востоке. Те, которые есть, там на отдельным направлениям, как считают противники, есть тактический успех, они его хотят нарастить. Наши, естественно, противостоят. И в целом, в ближайшее время, я все-таки думаю, что удастся им создать группировку, и они начнут вторую наступательную операцию, в ходе которой в своей оборонительной операции нам надо остановить их, перемолоть. И если соберем больше сил и возможностей, может быть, переходить не только в контрудары, а в контнаступление. Если мы обеспечим вот такое соотношение сил, позволяющие решить эти вопросы. Я желаю нашим вооруженным силам, нашему народу, чтобы это было реализовано в интересах Украины. Верим в ЗСУ. Слава Украине! Героям слава!